Пути Донбасса и Украины разошлись навсегда. Там буквально чуть ли не выселяли стариков на мороз. Не зря говорят, что ватные пропагандисты уже давно не заморачиваются и кормят публику откровенными помоями. Сбывающиеся мечты украинского национализма. Ребята, ребятки, ребятушки, да вы гляньте только на этого упоротого укроповского нацика. Но фриц же недобитый. За что твой дед вообще воевал? Но здесь даже долго проверять не надо, ведь люди в теме отлично знают, что перед нами, ну скажем так, не совсем украинец. Точнее, вообще не украинец, а очень даже наоборот, россиянин. Славный защитник антифашистской Новороссии Тоха Раевский. Это он героически воевал с киевской хунтой. Ну и, конечно, силой святой Зиги защищал мирных, невинных митингующих в Одессе. Но оп! Легкое движение руки, и российский нацик-пацик, защитник Дерлендии, становится фашистствующим укропом. Впрочем, это так, для разгона. А сладкое будет вот сейчас. А вот эту правду там, на Украине, не расскажут. Именно вот эту правду они и скрывают. Это, кстати, канал Юнион. Главные республиканские новости и никакой пропаганды. Правда, только правда, и ничего кроме правды, ага. Впрочем, давайте смотри. Украинские военные не скрывают тот факт, что они захватили два села. Да и чего же им скрывать? У БСЕ молчит, никто не реагирует. Всю эту неделю у новоросских зайцев конкретно подгорало от захода ВСУ в Травневы и Гладосово. Они хотели пойти дальше. Дальше и занять более выгодные позиции. Однако им не дали. ВСУ гордятся тем, что под их контролем хотя бы эти два поселка, так они рассчитывают выйти напрямую к Горловке. Кто не знает, эти два села под Горловкой подконтрольны Украине по Минским соглашениям. И хотя с тактической точки зрения это не Зина, и держать ее сложно, что подтверждают сами боевики, господствующие высоты, высоты все наши. Все их передвижения, перемещения, все видно как на ладони. Это самая провальная операция вооруженной силы Украины за последние два года. Можно сказать, командование вооруженной силы Украины организовало себя Гладосовский котел. Гладосовский котел. Армия зашла туда, потому что это наша земля. И неправильно, что несколько сотен украинцев по сути живут без власти. Что делать в атной пропаганде при таких раскладах? Ну, для начала срочно искать отмазки. А еще поднимать методички о мальчиках, распятых в трусиках прямо на морозе. Заняли не только пустые дома, но и жилье, в котором были люди. Последних просто выселили. Под такое дело в бой бросили даже тяжелую, во всех смыслах, артиллерию. Вот, например, Горловский батя негодует и смешно подставляется, вспоминая как раз Минск. Ну, важно понимать, что украинская сторона очередной раз нарушила Минские договорения. Она пересекла линию разграничения, которая была последней установлена 15 февраля 2015 года. Святые караськи! Ну что за укры? 15 февраля подписали же! Постановлено 15 февраля 2015 года. И ничего, что сами боевики, поставив подпись 15 февраля, чудесно себе штурмовали Дебальцева. Дату оккупации города каждый может проверить сам. Ополченцы установили полный контроль над Дебальцевым. Но теперь они рядятся под таких святош, что мам не горюй. Надо было еще искусственные слезы в цирке «Космос» на прокат у клоунов взять, чтоб болезнный прихочка прямо в кадре замироточил. Украинская сторона очередной раз нарушила Минские договорения. Поехали дальше! Естественно, не мог не поучаствовать в таком нижнем брейке, и наш старый любимец Эчкабасурин. Благо, мухоморов к зиме он насушил от души. Украинские оккупанты не прекращают терроризировать местных жителей на съемках Глодосовой тронера. Людей, как узников в концлагере, не выпускают даже на территории подконтрольного вооруженного силы Украины. Ну и заезженная пластиночка была, так сказать, в лучших традициях. В поселках назначены старшины, которые немедленно докладывают об антиукраинской активности местных жителей украинским главаря. Не выпускают, едят, насилуют, пеной вдувают, ну и далее по списку. Фактически. Для жителей этих поселков в настоящий момент продолжилась Великая Отечественная война, где орудуют фашисты и бандеравцы. Фашисты и бандеравцы. Но не успел Эдуард рассказать о леденящих душ и ужасах жизни в Глодосово, а главное – блокаде поселков, как чудесный канал НТВ выдал на гора душераздирающий сюжет. В том, что у Серого есть желто-голубой оттенок, семья Гайдаш узнала под дулом автомата. Они начали угрожать расстрелять у меня старшего сына. Поставили автомат у него к голове, слышала щелчок, это был предохранитель, мы его сняли. Дернитесь, будешь собирать мозги под стену. Мальчику к голове каратели прикладывали автомат, девочек обзывали некрасиво. У меня так, девочки, ДНР-овские подстилки, будем сито с ней делать сейчас. И у нас, знаете, как-то сразу возник вопрос, а как НТВ вообще попали в Глодосово? Наверное, подошли такие и в лоб говорят, «Так, хохлы, разрешите поснимать? Хотим про вас, нелюдей и фашистов, сюжет сделать». Любой день может закончиться в холодном погребе, а вечером дома могут появиться люди и направить автоматы на маму, братьев и сестру. А наши такие «так-так, хлопцы, известно, проходь-то, НТВ ж про Украину не голы на брэше». Короче, мы хотели их еще на той неделе размазать, но кремлевские пропагандисты оказались чуть умнее своих донецких коллег и постоянно в сюжете обходили привязку к местности. Мать с детьми всю ночь была в заложниках. Это были грузины со стороны украинской ВВСУ. Но тут на помощь пришли наши давние знакомые. За дело взялся славный юнион. Да и правда, что заморачиваться. В общем, вот что увидели зрители в эфире. Местные жители в ужасе от того, что в поселок зашли украинские военные. Вот на этих кадрах семья. Шесть человек, из них четверо детей. После их рассказа мифы о гуманности ВВСУ развенчались. Вот же фашист! Не, ну теперь-то все ясно. А то крутят по Укра-ТВ пропаганду. С улыбающимися тетями и раздачей продуктов. Там консервы, мука, сахар, макароны. А есть такое? Снимайте. Спасибо, горе, шел я. Спасибо большое. Так кто вам теперь вообще поверит? Вон, частные журналисты. Даже полеэкран подготовили, чтобы люди реальные истории из Гладосова слышали. Вот на этих кадрах семья. Шесть человек, из них четверо детей. После их рассказа мифы о гуманности ВВСУ развенчались. Но давайте зададимся простым вопросом. А что это за многодетная мама такая? Как ее вообще удалось снять в оккупированном хунтой поселке? И вы знаете, правда оказалась просто чудесной. Посмотрите на титр и запомните имя, фамилию. Запомнили? А сейчас мы вам кое-что покажем. Узнаете красавицу? И детки, вот же они, все на месте. Оказывается, эта дама с детьми уже снималась в пропагандистских сюжетах. Правда, в тех сюжетах она жила в Зайцево, а не в Гладосово. И это легко доказать. У уроженцев Зайцево 30-летняя Наталья Гайдаш и 35-летнего супруга Алексея Мунтяна четверо несовершеннолетних детей. В Зайцево делался и фоторепортаж. И именно в Зайцево этой семье возили гуманитарку. То есть, что сделали ватные пропагандисты? Им экстренно нужна была картинка о зверствах хунты в Гладосово. Но поскольку ничего подобного не было и быть не могло, они поехали кататься на проверенной лошадке в Зайцево, где и сняли этот шедевр. В 11 часов ночи выбили двери. Они начали угрожать расстрелять мне старшего сына. Поставили автомат ему к голове. Теперь они выдают тетю из совершенно другого поселка за жительницу Гладосово. Но мы вас уверяем, что большинство зрителей, смотрящих «Честнейший июнь», он даже не подозревает о подставе. По крайней мере, нам показали реальную семью. Вот есть ребенок, который приходит и говорит, «Это меня хотели расстрелять укронацисты». Он говорит, «Молодец, на тебе шоколадный батончик». А нюансы и подробности? С другой стороны, в этом всем нет ничего нового. Ведь без фейков их карточный домик лжи развалится даже при легком ветерке. Вот и приходится выставлять своих нацистов за украинских и снимать подставы, чтобы оболванить доверчивых зрителей. Смотрите далее в программе. Милости прошу к нашему шалашу, как Путин себя снова царем объявил. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. А народ от счастья забыл даже о пенсии. Никто другой, кроме Путина, не олицетворяет стабильность. Никто другой, кроме Путина, не олицетворяет развитие. Это антизомби. Территория без пропаганды. Будем совершать коллективную молебень, чтобы Владимир Владимирович согласие свое дал на баллотироваться на пост президента в 2018 году. Я думаю, что Путин очень замечательный человек. Он создал Крым. Путин президент мира! Ура! Это была неделя разбитых люстр и мокрых наволочек. А все потому, что часть ура-патриотов прыгала до потолка, а другие мироточили целыми озерами. Это ужасно, когда оскорбляют Путина. Это самый величайший человек из всех сейчас президентов. Братцы, братцы, которые там час, аптека по день не закрылась еще. Ой, душа проказницы кипит, праздника просит. Возможно, кто-то вздумает задать глупейший вопрос. Мол, а с чем связано невиданное воодушевление в патриотическом секторе? И почти наверняка тут же получит мокрой тряпкой прямо по наглой русофобской роже. Да, 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 да! Ты чё, либерастушка глупый, новостей не смотришь? От народного счастья нос скривишь? Отец-то наш, кормилец наш родимый, прямо на газу снова царем себя объявил. Владимир Путин в 2018 году будет баллотироваться на пост президента страны. Об этом глава государства заявил в Нижнем Новгороде во время посещения завода газ. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Там, конечно, типа выборы для виду планируются, но чтоб забугорные зануды не хрюкали. Но мы-то с вами понимаем, что это всё так. Пустой перевод бумаги. Чисто чтоб школьные учительницы руки размяли в свой выходной. Так сказать, бесплатный фитнес. Вот что значит государство о людях думает. Ну а если серьёзно, то уже сейчас можно смело сказать, ну слава богу, братцы, батя наш остаётся, а вместе с ним и стабильность. Никто другой, кроме Путина, не олицетворяет стабильность. Никто другой, кроме Путина, не олицетворяет развитие. Человек солидный, предельно уверенный в себе, чувствующий своё общество, чувствующий свою молодёжь. И после взгляда на подобные перлы глаза просто лезли на лоб. Ну ребят, ну сказали бы уже, мол, Путин снова идёт в президенты, чтоб пиндосов наконец нагнуть. Вон, экономика уже на военные рельсы поставлена. Способность экономики быстро увеличивать объёмы оборонных продуктов и услуг в нужное время – одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства. И миллионы патриотов урябы три дня кричали, да дедову шинельку наглаживали. И ещё раз, это было бы логично в свете массовой ненависти, умело разжигаемой восстанки на все эти годы. Будете бомбить Донбасс, будем Киев бомбить. Ну-ка, Шойгу, ракетные войска провести в боевое, так сказать, дежурство. Нацелить на Берлин, на Брюссель, на Лондон, на Вашингтон. Но НАТО распустит 24 часа, иначе все натовские столицы будут уничтожены. Но что мы видим по факту? Основная методичка совсем иная. Мол, новый срок Путина – это стопроцентная стабильность и процветание. Путин олицетворяет ту стабильность, которая будет в стране, если победит он. А вот другие кандидаты несут с собой вот ту самую дезорганизацию, ту самую нестабильность. От подобной упоротости ошалел даже доверенный холоп царя по фамилии Марков. Социально-экономическая ситуация в стране очень сложная. Население не удовлетворено ни уровнем жизни, ни властями, ни высоким уровнем коррупции. Сергей Марков. Дядька, видать, в кафе «Ветерок» на обед заходит, а там выбор простой. Либо костюмированное представление, либо окрошка на сыворотке правды. Вот товарища Маркова на откровение и развезло. Экономический блок правительства слабый, образ будущего неясен избирателям. Есть атмосфера депрессии. С другой стороны, во всем этом нет ничего нового. Не надо сыворотки правды или украсми. Послушайте, что российские же эксперты об экономической составляющей той самой стабильности говорят. Сейчас у нас стабильность в застое и стабильность, к сожалению, в нищете. Реальные доходы населения падают третий год подряд и будут продолжать еще какое-то время. Нет, стабильное падение на дно – это тоже в какой-то мере стабильность. Но еще раз, в богатейшей стране с нефтью, газом, алмазами, никелем, царь за 17 лет у руля доруководился до заморозки пенсионных вкладов. У правительства России закончились деньги на выплату пенсии. И ежели бояре экстренно не повысят пенсионный возраст, то денег на всех стариков может вскоре и не хватить. Российским пенсионерам придется рассчитывать исключительно на себя и свои силы. У правительства есть деньги только на что-то одно – либо инвестировать в медицину, либо делать дороги, либо выплачивать пенсии. С другой стороны, мы не исключаем, что для современной путинской России какая-то заморозка пенсионных вкладов – это вообще не проблема. Сейчас Госдума и правительство обсуждают вопрос о том, чтобы тем старикам, которые еще находят силы как-то работать ради собственного выживания, вообще не платить. Вангуем, что многие пенсионеры сами бы согласились месяцок без денег потерпеть, если бы Путин пообещал из этих рубликов гигантскими буквами фразу «Смерть Америки» выложить. Представляешь, не кична, летит пиндосовский спутник, а там такое, вот умора, все-таки стоила наша пенсия такой хохмы. А мы-то с тобой месяцок налегке протянем, капустку на зиму засолили и будет. Как говорится, стабильность в России – такая штука, что лучше клювом не щелкать. Правда, это правило касается исключительно экономических вопросов, ведь, например, войн и жертв при Путине хватит на всех. В Грозном после населения нанесения точечных бомбовых ударов разрушено несколько опорных пунктов и прилегающих к ним домов. Российские миротворцы ведут ожесточенный бой с грузинскими регулярными частями. ВКС России за неделю уничтожили более 1300 объектов международных террористических группировок в Сирии. 17 лет человеку руля, и все никак не перестает воевать. Чечня, Грузия, Сирия, Украина. Сейчас вон в Африке уже очередные каталюбы высадились. После Сирии российские ЧВК готовы высадиться в Судане. Вон где, братцы, стабильность. Бросайте ложки, да бегите за черпаком. Тем более, что воевать в чужой стране издавна готова даже, так сказать, элитка. Да что там, и детей своих на войну отправили. Что, это была ошибка, вывод советских войск из Афганистана. И своих детей я бы и в Сирию отправил. И вот уже по серпантину поднимается БТР с Соловьевым на броне. С воздуха папку прикрывает сынок на боевом вертолете. И вдруг игиловцы начинают обстрел, выстрел с ПЗРК. И вертушка с сыном Соловьева взрывается в воздухе. А, хотя нет, подождите. Это не сын Соловьева. Это обычный русский парень Ваня Иванов. И не один. Таких Вань тысячи. А сын Соловьева, которого папе к ртом на войну отправляет. Я бы послал своего сына и своих детей я бы и в Сирию отправил с автоматом. Чудесно воюет с ИГИЛ. Правда, не в Сирии, а в Лондоне. Клипмейкером воюет. Старший сын сейчас учится в Лондоне. Саша оказался фантастическим оператором и режиссером. Успешно сдал творческие экзамены. Да и сам Владимир Рудольфович в свободное от работы время прям рвется повоевать за Отечество. Я бы послал своего сына и я туда пытался поехать сам. Исправно выкладывая фоточки, например, со своих итальянских сражений. Теперь вы понимаете, почему все эти зайцы, вроде Соловьева, так искренне и от души рассказывают о путинской стабильности. Для них же действительно ничего не изменится. Стоишь перед камерой и стабильно так разжигаешь ненависть. Мы сейчас один раз бровь поднимем, и Украина поймет все. И не надо никаких людей. И тогда произойдет дефашизация Украины жестким донбасским путем. Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знаете, у медведя не лицо, а страшная морда. А жизнями за это расплачиваются совсем чужие дети. Ведь пропагандисты, если и герои, то исключительно языком. Но есть же еще один элемент путинской стабильности, о котором нельзя не сказать. Это внешняя политика. То, чем так гордятся уропатриоты. Путин это поднял нашу страну на такой высокий уровень. Это вообще от души. Весь мир, можно сказать, держится на нем сейчас. Правда, по факту успех получается очень сомнительный. Россия из страны с огромным потенциалом превратилась в изгоя обложенного санкциям. Итак, американский сенат одобрил новые санкции в отношении России. Евросоюз официально продлил антироссийские санкции. Как сказано в пресс-релизе Совета ЕС, ограничения будут действовать еще полгода. Думаете, в Москве этого всего не понимают? Да, конечно, понимают. Именно поэтому стабильные провалы пытаются прикрыть липовыми победами и уропатриотическим угаром. Дохалтурились до того, что на этой неделе Россия вполне себя официально стала изгоем не только в политике и бизнесе. Но и в спорте. Сборная России отстранена от участия в зимней Олимпиаде Виженной Кореи. Нашим спортсменам предложили там выступить под нейтральным флагом. Здесь бы сесть так тихо на стульчик и честно сказать, да, наломали мы братцы дров, надо подумать, как исправить ошибки. Но вместо этого вся страна уже неделю слушает вот такое. Друзья мои, мы находимся сейчас на войне. И в этой войне играть по их правилам нельзя ни в коем случае. Фактически речь идет об отказе от Родины. Это не провокация, это соблазн отказа от Родины. Вот это каждый должен понимать. Оря! Пусть только попробует кто-то поехать без флага выступать. Кадырову в момент расскажем. Он вам даже чеченским фигуристом выступать запретил. А депутат Милонов, будучи заслуженным мастером спорта по установке камер в туалетах, даже обратился к руководителям типа дружественных стран с призывом бойкотировать Олимпиаду. Депутат Госдумы Милонов предложил странам БРИКС, Беларуси и Казахстану не участвовать в Олимпиаде из солидарности с Россией. Не, понятно, что ДНР и ЛНР первыми поддержат бойкот. Хотя пьяный Ташкент и уборщица Донецкой ОГА все еще надеются выступить, кто во фристайле, а кто в керлинге. Но у нас есть большое подозрение, что на недореспубликах список бойкотирующих Олимпиаду почему-то закончится. Ведь «давайте утонем вместе» явно не самый привлекательный аргумент, а ничего другого Москва сейчас предложить просто не может. Вывод из этой истории простой и понятный. К сожалению, нас с вами ждут непростые времена. Новый срок царя говорит о том, что в ближайшем будущем перемен ждать не стоит. Разве что в худшую сторону. Ведь чтобы прикрыть жизнь в формате «стабильно плохо», в Кремле готовы на любые авантюры. Ведь все 17 лет правления Путина не обходились без бойни и трупов. Смотрите далее в программе. Армата сдулась. Шойгу стреляет языком. Доля новейшего вооружения и техники в частях и соединениях неуклонно растет. Как Госдеп без боя лучший русский танк победил. Армата, я считаю, что это, конечно, огромный скачок в нашем танкостроении. Мы это показали на Красной площади. Это антизомби. Территория без пропаганды. Никакие санкции для нашей страны не страшны. Мы с вами это прекрасно понимаем. На протяжении трех последних лет мы чуть ли не ежедневно слушали очешуительные истории об огромной пользе западных санкций для экономики России. Вообще эти санкции очень полезны. Стратегически от этих санкций, я думаю, что мы очень серьезно в игре. Россия может сама себя кормить, а также поставлять продукты в другие регионы и другие страны. Мне кажется, что самое худшее, что могло бы сейчас случиться с Россией, это отмена западных санкций. У нас теперь сейчас все свое. Родимое импортозамещенное. С восторгом рассказывали ведущие эксперты фактически на каждой кнопке. Прилавки российских магазинов только теперь стало можно по праву называть именно российскими. Новые данные Росстата очень оптимистичны. Импортозамещение, кажется, заработало в полную мощность. За три года продовольственного ренессанса Россия изменила саму себя, совершив путь, на который у многих стран уходили десятилетий. А простые работяги Ваня и Маша, сидя на кухне у телевизора, одобрительно кивали. Ну вот же оно вот. Кто там в Путине нашим еще сомневался? Импортозамещение всюду. Тебе он даже петуха и елку из своего лепить будет. Не надо нам больше западных товаров. Отечественное производство успешно замещает итальянскую, французскую, американскую продукцию. Так что сделано в России не просто один из слоганов импортозамещения, это тренд. Мы, конечно, до поры до времени не смели перечить. Ну хотя бы потому, что любой здравый аргумент тут же утопал в громогласном «Вы все врете». Как вы относитесь к санксам? Я не сдержался, я улыбнулся, я говорю «Очень хорошо». На нас чем больше давишь, тем мы, как это, крепчаем и только мобилизуемся. Кроме того, глядя на все те же федеральные каналы, четко просматривалась еще одна линия. Царь и видная бояре грозились не только все красиво импортозаместить, но и после этого оказаться впереди планеты всей. Уровень технологий нами достигнут, он не достигнут нигде в мире. Другими словами, проекты озвучивались один амбициознее другого. Невероятно, но факт. К 2020 году на вооружение российской армии снова может встать боевой железнодорожный ракетный комплекс. Транспорт в 2016 году должен блеснуть в буквальном смысле слова. Начнется массовое производство нашего трамвая R1, на котором буквально хочется ездить. Мы с любопытством за этим наблюдали, но кричать тогда, что все это невыполнимая пурга, было как минимум неправильно. Что-то из серии не читал, но осуждал. Но вот прошли годы и можно без всякой предвзятости, опираясь исключительно на российские источники, разобраться. Ну как там все-таки с импортозамещением? Стоят буржуи западные в позе побежденного или коленки как раз натирают? Задача санкций была сделать жизнь наших граждан хуже. Но у них, конечно, ничего не получилось. Мы справляемся, у нас все больше союзников в мире и тех, кто пытался на нас давить, на сегодня, мне кажется, оказались в тупике, в который сам себя загнали. Но поскольку сам царь надежа только вот объявил переход экономики на военные рельсы... Все крупные и стратегические предприятия России, вне зависимости от форм собственности, должны быть готовы при необходимости оперативно нарастить выпуск оборонной продукции. А из всех вариантов пепла патриоты ценят исключительно радиоактивный... Россия единственная страна, которая способна превратить Америку в радиоактивный пепел. Начать мы решили с обороночки. И вот как-то сразу вспомнились пафосные сюжетики о мега-поезде судного дня. В конце этого года будут проведены испытания нового российского боевого железнодорожного ракетного комплекса с нежным названием «Баргузин». Который, скорее всего, станет нашим ответом на расширение американской противоракетной обороны. Вот же он, вот он, поезд моей мечты! Потирали руки адепты секты Путин-Види. Наши поезда «Баргузин», возрожденные из небытия, позволяют России быть неуязвимой. Его способность проезжать по тысячу километров за сутки серьезно усложнит работу разведки противник. Аналогов нашему боевому железнодорожному комплексу просто не существует. Надо бы пиндосам всем билетики на такой прикупить. Пусть памперсы готовят, короче! Конечно, мера вынужденная. России ничего не останется, как срочно вписывать в расписание железнодорожных перевозок и эти неприметные составы с ядерной начинкой. Дело, кстати, было сто лет в обед. И по всем законам логики, красавчик «Баргузин» уже должен был бы кататься где-то между Дибунами и Ямской. Но элитный супер-мега-поезд судного дня не видит не только американский спутник. Проблема оказалась до боли банальна. Проклятые хохлы отказались сделать ракеты на такую диковинку. Украина с 2014-2015 годов при поддержке США запретила любые контакты с РФ в ракетно-конструкторском деле. Ой, мамочки, тоже мне проблема. Ну-ка, давайте хвастайте уже успехами отечественного импортозамещения. Уже если хохлы ракету собирали, то наши умельцы на раз-два смогут. Но тут патриотов ждала еще одна зрада. К 2015 году стало очевидно, что ни булава, ни РС-24 Ярс, ни тем более легкая модификация Ярса РС-26, она пока не поступила в войска. Для этого совсем не годятся. И это ж как бы не у красми все врут. Российское отечественное духовное издание. Такое для патриотов. И даже здесь признают. Без южмаша грабли. В РФ под Баргузин не удалось приспособить ни одну из существующих твердотопливных ракет. Короче, накрылся обещанный бронепоезд современных Чапаевых медным тазом. У нас был еще один вариант, чем накрылся. С Анкой связанный, но он совсем не эфирно-пулеметный. Я думаю, что этот самый Баргузин скоро окажется в Кремле. Я когда-то, когда был маленький, ходил по Кремлю. Там есть царь-пушка. Она не стреляет. И никогда не стреляла. Есть царь-колокол. Это самый большой колокол. Он не звонит. И никогда не звонит. Баргузин, как большой, но не работающий. Как царь-пушка и царь-колокол. Ну, поехали дальше. В эту же степь и все байки из серии «Подождите ща». Будем бороздить просторы вселенной. Помните, как НАСА скромненько так презентовало всего-то лишь водичку с Марса? На Красной планете они обнаружили целые реки. Вот только откуда на Марсе вода, даже авторы открыть и ответ пока дать не могут. А федеральные каналы бились в истерике. Ой, тоже мне очередная шляпа от пиндосов. Решили своей типа сенсацией внимание от речи Путина в ООН отвлечь. США стремились перебить выступление Путина известием о воде на Марсе. На нас-то, россиян, не проведешь? Пусть удавятся эти их теологи марсианские. На Марс в другой раз. Наша главная цель – Луна. Воду они нашли. Ха! Да мы вон скоро на Луне картоху будем сажать. Россия собирается на Луну. История о том, как Рогозин ртом колонизирует Луну, разрывала сознание на протяжении всех трех лет. Решил дядька не то, что каким-то там пиндосом, а незнайке с пончиком Кузькину мать показать. Сияния могут поселиться на Луне и развернуть там добычу полезных ископаемых. А намерение колонизировать Луну, рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин. Правда, громкие слова удивительным образом расходились с делами. Ведь пока язык вице-премьера бороздил планету за планетой, что на Байконуре, что на Восточном падало все, что только могло взлететь. Над Байконуром самоуничтожилась главная отечественная ракета-носитель «Протон-М». Ракета-носитель сгорела в плотных слоях атмосферы сегодня ночью, меньше чем через 10 минут после старта. Космический грузовик «Прогресс» прекратил свое существование. Корабль примерно час назад сгорел в плотных слоях атмосферы. Еще раз мы приводим просто факты, без всякого злорадства. Но не может страна в условиях санкций и с технологиями из серии «Привет, СССР» быть впереди планеты всей. А все сразу, вот так вот оно не получается. Хотелось бы, но не получается. Вот 17-18 год – это основные годы, когда мы выходим на полное импортозамещение продукции, которое раньше мы свободно получали с Украины. Сейчас мы это не можем получать, потому что там власти пришли фашисты. Мы Рогозину рекомендуем не выделываться, а при таких раскладах как раз опыт незнайки япончика перенимать. Если ракетные двигатели из Украины больше не светят, то завсегда можно на фруктовый сироп переходить. Вот где будет всем импортозамещением импортозамещение. Неучи из НАСА лопнут от зависти. Это удивительный русский феномен. Они кормят людей завтрашними новостями. Ну, не научная фантастика. В народе называется брехня. С другой стороны, может, мы не понимаем, чего, а ребятушки Луну транзитом через дно океана колонизируют? Завтра в магаз пойдете, а там уже лунная картоха и подпись «Made by Russia». Вот тогда-то вся планета и икнет от русской мощи. А тут Шойгу весь в белом приказ отдаёт подтянуть арматы из Калининграда к георопейской границе. Аналогов действительно в мире нет. И американские абрамсы, и немецкие леопарды были созданы более 35 лет назад. Так что наш танк уехал далеко вперёд, ну, во всех смыслах. «Наконец-то, ну, наконец-то, на Берлин! Как деды!» – крикнет патриот Ваня. И тут же получит тапком по спящей роже. «Рючка!» «Дырку ты от бублика получишь!» Ведь наступление на арматах – это не более чем сладкий и не совсем сухой сон того самого Ваня. И наша попытка сделать собственный танк закончилась неудачей. Аргументация здесь простая. Родимое Отечество, которому, конечно же, от санкций только лучше, на сегодняшний день денег на арматы не имеет. Самая современная армия в мире, по версии канала Министерства обороны «Звезда», вместо обещанных двух тысяч армат. Российская армия получит более двух тысяч танков «Армата». Слегка переделывает еще советские Т-72. Основу танкового парка армии из примерно 2700 машин, как и в 2012 году, составляют одни и те же машины. Это модификации танка Т-72, вставшего на вооружение СССР, еще в 1976 году. А вы говорите, санкции не работают. Вот вам самый показательный пример. Тактика Запада очень проста, но доходчива. Чем меньше денег у стран-изгоев в бюджете, тем меньше им остается на оружие. Но они же не могут вылезти в телевизор и заплакать. Зачем мы поперлись на Донбасс и в Крым оттяпали? Против нас ввели санкции, нам очень плохо. И мы теперь не можем никого завоевать. Наоборот, они, да ладно, не смешайте наши эскандеры, йо-хо-хо и бутылка рома, и мы теперь всем покажем замазовую закуську. Ну, а что им еще делать? Мораль сей басни такова. Молоть языком, не мешки ворочать. И чтобы быть реальной сверхдержавой, лучше вначале сделать, а уже потом рвать волосье на груди. Особенно вспоминая йотафон. Оркестр играет в честь нового второго йотафона. Зарубежных конкурентов устройство опережает, уверены создатели. 50 миллионов долларов. Вот такую сумму компания йота-девайсис потратила на создание глобального бизнеса и разработку двух моделей смартфона йотафон. Выпустить третью модель ей сейчас не удается. Денег нет. Южный поток. Дали старт одному из самых амбициозных международных проектов. Символическая сварка первого стыка международного газопровода. Южный поток прошла на будущей компрессорной станции «Русская». Путин поверг в шок Евросоюз тем, что личным решением отменил строительство нашего газопровода «Южный поток». Мифические арматы и колонизацию Луны. Арматы, я считаю, что это, конечно, огромный скачок в нашем танкостроении. Мы фактически создали танк-робот. Мы это показали на Красной площади. Якобы великие проекты якобы великой страны. Страны, чье величие начинается и заканчивается на федеральных каналах. А люди, а да что люди, меньше есть будут. Чай не впервой. На этой неделе в нашей закрытой группе «Служу СБУ-2017» случился настоящий переполох. А всё потому, что в тайном засекреченном паблике вдруг объявился наш старый знакомец. Обладатель премии «Люблю покушать» не могу влезть в САУ Костик Рендаренко. Многие бойцы ВСУ знают Костика как предателя. Чудак служил в украинской армии, давал присягу, а когда начался кипиш, то забыв о присяге, вместе с Сашей, с Кифом и душманом побежал строить молодую республику. Гомандир, по градам перелёт 300 метров. По переддому? Это, да-да-да, по переддому. Прямо скажем, что наш знакомый вёл себя некрасиво, стрелял по бывшим сослуживцам, писал ненужные слова, и уже Зорин со Шкиряком готовы были уехать на задание. Зорин и Шкиряк – это представители украинского эстеблишмента. Но тут события приобрели неожиданный поворот. Сначала боевой побратим Константина слил нам все явки и пароли Рендаренко, а позже Костик сам докумекал, натворил делов тут либо в Боспино, либо сотрудничество Украине предлагать. А тут как раз и новая должность в Дерленде, пацану на голову упала. Мы посмотрели подразделение и сразу осознали – такие люди нам нужны. Притрётся Чутов, в доверие-то он уже вошёл, а там, гляди, наш завербованный гвардеец, и кого надо на лифте прокатит. Потом, конечно, было затишье, ведь Константина перевербовали продавщицы алкоголя. Мы уже думали брать фломастер и вычёркивать его, но тут вдруг здрасте приехали, готов к труду и обороне. Тресв, как огурчик, правда, немного раздобрил. Кто-то скажет, так если Рендаренко агент, то какой смысл об этом всём рассказывать? Эй, братцы, операция прикрытия. Они-то думают, что это шуточки просто. А Костик наш пока дела нужные мутит. Вот, например, на прошлой неделе по нашей просьбе Эдику Басурину пакет за бористое на ши подбросил. Добрый день. И знаете, это был тот случай, когда результат не заставил себя долго ждать. В последнее время, это больше 15 лет, я занимался переработкой химии, это так называют. Перерабатывая носом химию в промышленных масштабах, Эдуард, похоже, так натренировал шнобель, что и без карт Таро научился угадывать, от кого была весёлая передачка. Наша разведка получила данные о прибытии съёмочной группы телеканала СИТВ для подготовки по заказу СБУ постановочных видеоматериалов. По шутке, Губарев, кстати, в своё время при схожих вводных примерно то же самое лепил. СИТВ, наверное, наиболее приятно смотреть. СИТВ я смотрю с наименьшим скрежетом зубов. Но народный губернатор, в отличие от Басурина, хотя бы умел считать дорожки. А в голове у Эдуарда явно проходила спецоперация «Облака белогривые лошадки». Короче, журналисты из СИТВ, пройдя спецподготовку в Греции, ну, очевидно, у неких греко-бандеровцев. Данная группа даже прошла стажировку по подготовке фальшивых сюжетов в Греции и курируется лично управлением контрразведки СБУ. Получили разнарядку от кураторов из СБУ снять постановочные сюжеты из Гладосова, да еще как, используя подставных уток вместо местных жителей. У журналистов украинского телеканала договорились с главой администрации Константином Саркисов о подготовке нескольких подставных людей с проукраинскими взглядами для выдачи в качестве местных жителей поселка Трановы и Гладосова. А теперь отбросим шуточки в сторону. И вспомним один из первых сюжетов сегодняшней программы, где недороский канал Юнион как раз и выдавал семью из Зайцева за жителей Гладосова. А вот эту правду там на Украине и не расскажут. Именно вот эту правду они и скрывают местные жители в ужасе от того, что в поселок зашли украинские военные. То есть, что сделали эти товарищи? Смешные сами сняли тупую подставу, но по всем законам Геббельсовщины обвинили в этом другую сторону. Журналисты украинского телеканала договорились о подготовке нескольких подставных людей. И это же был далеко не единственный их залет. Мы полдня хохотали, глядя на агит листовки, якобы закинутые хунтой для жителей оккупированных территорий. ВСУ обстреливают Донбасс снарядами с агитационными листовками. Для начала привет передаем бездарным постановщикам. Вы, зайчоныши, когда фейки снимаете, то либо болванки берите другие, либо солдатиков заставляете копать глубже. Вон, взрывная волна даже забор типа завалила, а воронка при этом просто смешная. Но это так, поржать и забыть. Куда интереснее, собственно, содержание этой типа агитационной листовки. Вот вы по наивности думаете, что Украина пытается обмануть мирных новоросов, да? Рассказать сладкие истории о хорошей жизни вне республик. Ну, что было бы вполне логично. Ха! Да как бы не так. Мы им сразу такие хоп и мужика в нацистской форме. Не надо нам прелюдий. А что б никому мало не показалось, там и текстик имеется, да ещё какой. Чётко даёт понять местному жителю. Дядя, готовь трусики, завтра распинать будем. Мы скоро будем резать ваших жён и детей, а Новый год вы встретите в тюрьме. А теперь просто добрый сэк. Чтоб в подобные фейки поверили хотя бы несколько бабушек, смотрящих условный юнион, вам осталось придумать, почему ничего подобного. Нам не нужны люди, нам нужны территории. Уходите и останетесь живы. Не было в освобождённых от русского мира городах. Славянске, Мариуполе, Бахмуте, Краматорске. Давайте-ка угадаем. Ну и напоследок, ещё одна показательная история об уровне кремлёвской пропаганды. Канал «Звезда» и душераздирающая история о бойце ВСУ, который так охотился на сепаров, что сам себя подорвал. Солдат ВСУ подорвал себя в момент, когда хотел открыть огонь из миномёта по сепарам, и российским оккупантам. Ватная публика у экранов, заходясь от радости, красила потолки кипятком. Ну вот же, по делам карателю! Эту же помойку, кстати, разнесли и все ручные московские паблики. Но что с них взять? Слабаки, а не второлиговые. Но неужели на канале Министерства обороны РФ не нашлось никого, кто хотя бы по отрывку видео сказал «Братцы, да вы упоролись!» Это обычная труба, а не миномёт. Сейчас я буду работать по сепарам и российским оккупантам. И есть у нас стойкое убеждение, что все они отлично знали и вполне сознательно манипулировали, ведь «Звезда» выложила всего минуту из оригинального видео. Видео, где есть, например, вот такие кадры. И автор прямо пишет, что это шуточная постановка для товарища, вернувшегося с войны. Данное видео носит исключительно юмористический характер и не является пропагандой нацизма. Просим не воспринимать его всерьёз, а относиться как к шутке и пародии. Но отрезав всё нужное, канал Министерства обороны России выдаёт на гора сенсационный заголовок. Сейчас я буду посылать снаряды по сепарам. Боец ВСУ подорвался на своей мине во время съёмки. И это простой, но в то же время показательный момент. Именно так делают новости те, кто любит громче всех покричать «Братцы, братцы, с нами правда и Бог!»